Будда в городе подкаст пространство где можно дышать и говорить Как сегодня? Галина, да, включайтесь. Доброе утро. Доброе воскресное утро, Валера, группа. Ну, благодарность за практику благодарности. И свет соткан из благодарности. И себе, и роду напомнили, что действительно, если негде сейчас жить, то это благодарность этому месту и этим людям особая благодарность. Всем желаю прекрасного дня. Всего доброго. Спасибо, Валера. Спасибо. Окей, кто еще хочет сказать? Сереж, ты, да? Давай. Я ладошку потерял в зуме. Хоть свою, поэтому я вот сделал так. Всем доброе утро. Валера, привет. Так. Сегодня вот очень кстати была эта практика благодарности. Она прямо... Было то, что было прямо вот необходимо. Как-то так вот... Как-то я в нее втек и тек в ней без особых усилий. Единственное, что я решил, что я лягу все-таки, а не буду сидеть. Вот. Я, видимо, немножко не выспался. И у меня было что-то как-то... Вот я сидел. Я подумал, что я не могу сидеть. Я хочу куда-нибудь стечь. Я пошел, лег на диванчик, лежал. Ну вот. И вот как-то вот эти все вот стадии благодарности, они как-то вот так сегодня... Причем оказалось, что я что-то вот... То, что предлагал, я предвосхищал... Ну, меня предвосхищалось, например, про предков. Наверное, что-то подобное я когда-то делал, кстати. У меня даже какая-то твоя запись есть. Может быть, вот подобные практики. Какого-то ретрита я не помню. Но она знакома мне, на самом деле, вот. Примерно в таком формате. Вот. И спасибо, что она сегодня случилась. Вот. А отдельно... Я хотел сказать... Но это не про сегодняшнюю практику. Это как про вчерашний день. Вчера приходил к нам домой настройщик. Настраил пианино. А это... Так вопрос о предках. Это очень старая пианино. У него больше 100 лет. Вот. Ее мама отдала. Некоторое время назад. И после переезда сюда, на эту квартиру, она год стояла. Вот. И мне никак не доходили руки заняться. И вот, наконец, руки дошли. И я нашел настройщика. Вот. Этот настройщик пришел. И вчера 7,5 часов он настраивал этот инструмент. А я на это смотрел. Вот. Притом, как бы, настройка, она включала в себя достаточно сильные такие... Он же еще как бы... Инструмент полностью раздевается, да. То есть все доски снимаются. Обнажается механика, обнажается дека, рама. И все это громко. И в конце, где-то к 8 вечера, я уже чувствую, что у меня уже глаз подергивается. Все это. Ну, то есть уже это невозможно. Очень тяжело, потому что этот звук... Ты ничего не делаешь. Просто сидишь и смотришь на это. Вот. Причем такой дядька, такой интересный, он... Я ему в какой-то момент стал предлагать поесть что-нибудь. Потому что невозможно. С часу дня до 8 вечера он выпил только две чашки чая. Я ему говорю, ну, поешьте. Ну, как вообще вы можете? Он говорит, а, все отлично у меня. Вот. Я когда работу есть не хочу. Вот. Но это был очень интересный очень опыт. Мне было интересно понять, что я очень сильно устал. Вот. Я думал там параллельно работать. Поскольку, ну, как бы, вон пианино, вот там стоит. Здесь мой стол, за которым я обычно работаю. Но я понял, что я не хочу работать, я хочу посмотреть. Потому что я давно вообще не присутствовал при этом действии. Это действительно некое действие такое. Вот. И вот этот, как-то вот это вот, эта память об этом интересном таком тоже пути, в неком смысле, она сегодня тоже. Я, как бы, во мне это звучит. Я как-то вот перевариваю это до сих пор. Наверное, и поэтому мне хотелось полежать, потому что, ну, весь день вчера сидел. Ну, вот, спасибо большое всем. Спасибо, Сережа. Так. Настя написала. Доброе утро всем. Валера, спасибо большое за практику. В конце прям прослезилась. Спасибо всем за пространство. Так хорошо сейчас хочется молчать. Маша. Привет, Сережа. Когда у меня дома настраивали пианино, я уходил из дома и ходил слушать под окнами. Закончился или нет. Окей. Наталья. Ли. Ой, я вижу, руку подняли. Доброе утро. Доброе утро. Большая благодарность за практику сегодня. И вообще, я ловлю себя на том, что я редко благодарю. И сегодня, да, тоже было очень в тему. Я даже подумала, что я обязательно переслушиваю еще эту практику. Я немного опоздала. И быстро как-то. Я еще не проснулась. Сложно было. Мне вообще сейчас сложно просыпаться утром. И поэтому, мне кажется, что я как бы не могу полно войти в практику. Вчера у меня случился, как это его назвать, не знаю. Даже не откат. Ну, короче, меня вчера накрыло. Тригером послужило, ну, во-первых, я в последние дни, особенно вчера, и сегодня даже, вот, пока я проснулась, я чувствую очень большую тяжесть какую-то в пространстве. Ну, и это объяснимо, понятно все. У нас участились опять тревоги. И вот это напряжение внутреннее тоже возросло. Потому что, как ни странно, когда тревоги очень часто, ты как-то к ним приспосабливаешься. А сейчас, когда редко, это всегда, ну, вот, более стрессово для организма. Потому что ты уже успела расслабиться. И вчера я прочитала новость о том, что сегодня, в День памяти погибшим во время Второй мировой войны, потому что Украина присоединилась к празднованию этого дня, к всему миру, 8-го числа, в Берлине разрешили милостиво делать митинг всего на, и использовать, вот, главное, вот, на что я среагировала, использовать украинскую символику на час, с 12 до часу. И, наверное, где-то головой я понимаю о каком-то там, о каких-то своих там мотивах, почему они это сделали, опять-таки боясь каких-то провокаций и так далее. Но триггер сработал намного глубже. Это связано с тем, что, вот, как бы, если по-простому сказать, это вообще триггер украинской культуры, украинской, как бы, истории о том, что Украина в очередной раз борется на два фронта. И, как бы, та часть Украины, которая была присоединена позже, то есть с советами и с нацистской Германией. И, ну, тут меня просто сорвало, я кричала дико. Я просто кричала, матюкалась. И, наверное, впервые за это все время у меня поднялась ненависть. Ну, я прокричалась, потом, как женщина схватила, схватила, что тут у меня, этот, пылесос. Вот, пылесос очень... Надо поблагодарить его отдельно. Вот. И началась щищать тут все пылесосом, и все там, как бы, во внутреннем пространстве чистить. И, конечно, навык наблюдения, он никуда не делся. Я за этим всем наблюдала. И вот ухватила очень важную для меня мысль, ну, состояние. То есть мысль, которая назвала состояние, что вот с чем это связано, вот это, вот этот крики вообще, что это. Ну, это, конечно, все с невозможностью проявиться. Вот, как бы, опять с забиранием пространства жизни. Вот с этим. И это же касается не только истории, но и даже вот этих агрессоров, которые нападают, им же почему-то кажется, что им не дают пространства для жизни. И если это, как это, если это обратить на себя, на человека, на конкретно, то все вырастает вот из этого. Потому что все нации, культуры, они состоят из конкретных людей. И вот я в себе схватила, ухватила вот это состояние, из которого может вырастать вот этот татаритаризм, по сути. И это было очень важно. То есть я поняла, что, ну, слава Богу, ты можешь даже очень сильное негативное состояние обращать в практику. И сегодня тоже было очень важно во время практики благодарности, потому что я словила себя на том, что мне благодарить не то, что тяжело. Я не могу благодарить. И мне как бы вроде и некого благодарить. Представляете? То есть нет, можно до этого дойти. Понятно, что у меня есть кому благодарить, и у меня всплывали тоже лица во время практики. Но я это чувствовала очень формально, это состояние. И тоже это очень для меня сейчас важно. Потому что вот это переживание того, что ты не можешь благодарить, это, ну, это просто то, что я его ухватила, и то, что я в этом призналась, и что я имею силу говорить об этом сейчас. Я считаю, это очень важно для себя. И я хочу побыть с этим, с этой невозможностью благодарить. Потому что я понимаю, что за этим что-то очень важное для меня скрывается. То, что может... И это тоже связано вот с тем опытом, который был вчера. Вот это невозможность благодарить, потому что у тебя в памяти, по сути, присутствует только травматический опыт. Вот в чем. И может быть, тебе кажется, что ты там немножко доработал, дочистил, а оно все равно поднимается. Может быть, это та дурная бесконечность воплощения, что ты никогда не можешь здесь ничего вычистить до конца. Да и не нужно, на самом деле. Вот. И... То есть, я благодарна вам и пространству сегодня за вот этот тяжелый опыт невозможности. Спасибо. Спасибо, Лея. Ну вот, сильно спасибо, что вы все это рассказали. И сильно тут как-то много тем. Я помню, что вот в одной из наших этих встреч, как раз мы с вами говорили об этом, вот у меня сейчас как такой отклик на ваши слова, что сейчас приходит из какой-то такой вот тоже этой глобальной культурной темы, на миду культурной, вот, что мы как культурные существа, живущие в каких-то больших культурных слоях отношения к жизни в целом, которые, с одной стороны, очень персонально связаны с нашей конкретной жизнью персональной, и в то же время так или иначе связаны с какими-то действительно огромными пластами культурной жизни, там, не знаю, историческими, вот, какими-то пространственными, в том смысле, что там, национальными или каким-то религиозными, каким-то еще. И вот я помню, как мы говорили с вами, ну вот я об этом вспоминал о гностицизме, как о таком отношении к жизни в целом, да, вот что, и что я говорил, что для меня, например, это была какая-то большая тема по жизни, во многом, которая меня, кстати, подталкивала вот к тому, что я называю духовным поиском. Ну вот, когда я соприкасаюсь там со собой, со своей жизнью, со своим отношением к жизни, я понимаю, что, ну, как бы, спрашиваю себя, окей, вот моя жизнь, у меня есть что-то хорошего? Ну, в том смысле, что понятно, что, как бы, то есть я имею в виду здесь скорее вот с такого именно очень глобального, в глобальном смысле. Ну вот я родился сюда, я сюда заброшен, ну, в каком-то таком экстенциальном смысле. Я это не выбирал, и не выбирал какие-то свои события в жизни. Я могу там сравнивать свою жизнь с другими жизнями, говорить, что, да, ой, да мне еще повезло. Да, ой, я же вон как, как мне повезло-то, действительно. Другим вообще у них ужас творится там, не знаю, люди-инвалиды, люди живут в бедности, в какой-то... Но вот как раз-таки, когда я смотрю на эту всю вообще жизнь человеческую и вообще жизнь биологическую здесь, как бы я не могу себя отстранить от нее, от всей. Говорю, господи, а зачем мы все это делаем? Зачем вот это все страдание нужно? И вот все эти войны, вот это бесконечное страдание, все эти кони апокалипсиса, которые непрерывно скачут. Вот сколько люди погибали от эпидемии, от войн, от голода. Зачем вообще все это? Чему тут быть благодарным? И вот тут как бы мое вот это гностическое переживание, оно просто выходило вот как-то очень ярко, да. За что я могу быть благодарным в этой жизни, если это, ну, сплошное страдание? Если не мое личное, то вообще, ну, других людей в жизни вообще. Что эта жизнь там жрет постоянно себя, вот как друг друга. Эти живые существа жрут и жрут, жрут и жрут. Ну, какая-то бесконечная цепочка этой еды. И что здесь хорошего-то вообще? И вот это, ну, какая-то на меня так наваливалась такая время от времени. Ну, как назвать слово, какое-то чувство. Ну, такое какое-то вот безысходность. Оно слышит, что что тут хорошего? За что было быть благодарными? И вот многие как раз духовные учения, они как бы на этом же из этого вопроса исходят. Так много страданий. Ну, вот буддизм он из этого, да, когда Будду видел, что я умру, я заболею, я старею. Если даже вот не я сейчас, сейчас вон мои близкие, вот вообще люди, вообще живые существа. И там христианство тоже такое было, апокалиптическое учение, да, что вот сейчас конец света скоро, да вообще-вообще все так. Как бы нам спастись отсюда? То есть как-то нужно выйти отсюда, выйти отсюда, выйти отсюда, потому что так много страданий здесь. Вот, и вот этот гностицизм, он там принимал разные формы, что вот, ну, что жизнь – это вообще-то какая-то ошибка. Вот если есть некий там создатель, то, может быть, этот создатель, он такой не очень-то добрый, или он просто ошибся, потому что он насоздавал вот это вот все. Зачем он насоздал так, чтобы мы страдали от этого? И тут может быть очень разное. И вот просто почему я сейчас об этом говорю, в связи с войной как раз, что сейчас там многие какие-то анализируют философы там современные, анализируют истоки этой войны, истоки, собственно, какое-то мировоззрение тех, кто это начал. Ну, собственно, Путина и его там окружение. И вот есть там философ Дугин известный такой, да? И вот у него это, то есть у него такой вариант гностицизма, судя по тому, что он там пишет, который вот такой вот, знаете, нигилистический. Ну, в смысле, что если этот мир так плох – то он не заслуживает существования. И вот там, ну, есть вот эта вот позиция, что давайте сожжем этот весь мир, и вот в этом экстазе сгорим сами, весь мир сожжем, и это будет хорошо, потому что в этом мире ничего вообще-то хорошего нет. И, ну, и вот там, как это, аналитики, те, кто присматривает за всеми этими политиками нынешними, мне кажется, ну, вот Путин, судя по всему, он увлекся в какой-то момент вот этой именно философией. Ну, или там ООН, какая-то вот это вот его ближайшее окружение. Может быть, не только этим, но как-то это встроилось в их видение реальности. Ну, в принципе, это, ну, вот и там, не знаю, это как сильно в разных подходах, в философии, там, психологии. Это так или иначе проявлялось. Вот, ну, Фрейд это называл стремлением к смерти. Да, тоже вот, что есть у нас два стремления – стремление к жизни и стремление к смерти. Вот какие-то моменты у человека может преобладать, начать преобладать это стремление к смерти. Если у меня самого стремление к моей смерти, то мне тогда наплевать на, в общем-то, весь мир. Тогда почему бы не уничтожить его весь самим собой? Вот это такая, ну, вот, философия смерти, да, философия исчезновения, потому что слишком большая обида на жизнь, на мир. Потому что жизнь ничего не сделала для меня здесь. Для меня или вообще, если я так смотрю шире, вот, может, моя жизнь достаточно и удалась, но в любом случае она идет к смерти, в любом случае, вот, люди-то страдают, вон, сколько их, существа страдают. Вот, и, ну, такая чернота возникает, темнота. И здесь, если, ну, как бы просто логически за этим следует, это вполне логичный путь. Ну, вот, он туда ведет прям, вот, логика такая прямая. Что тут хорошего в этом жизни, если так много страданий? Давайте все это сожжем вообще. Очистимся через это. Мы либо там исчезнем совсем, либо там, ну, какие-то есть идеи, что вот, как он там говорил-то, что мы-то в рай попадем, то есть мы каким-то образом, вот, мы, угробив этот мир, уничтожив его, мы-то, вот, перейдем в некое другое состояние. Ну, это какие-то фантазии, идеи про это. Вот. И, ну, я так вот, глядя, ну, как бы, опять же, я говорю, я почему об этом рассказываю сейчас, вот так, о каких-то общих вещах, ну, потому что со мной это, я говорю, что я проходил через какой-то вот этот свой путь личный очень, я, может быть, ну, не впадал вот в такое, прямо нигилизм, да, когда нужно весь мир сжечь вообще-то, но я так думал, что про себя, в общем-то, как бы, что моя-то жизнь, как бы, какой смысл вот это все продолжать, да. И, ну, вот там, что-то я делал, делал, делал с собой. И, ну, как-то я в итоге все-таки пришел к тому, что к чему, мне кажется, приходит и большинство вот этих, то, что мы называем духовных учений, учений разных очень, и христианство, и буддизм, например, ну, вот из каких-то более мне так известных, мне приходит все равно к свету, который вопреки, да, вот вопреки страданию. Мне приходит к благодарности, которая вопреки всем бедам и катастрофам и трагедиям, которые с нами случаются. Оно нелогично. Это не объясняется именно рациональностью, не объясняется логикой. Но в своем переживании мы можем с этим соотноситься. Вот что, если я буду вот благодарен, если я буду из себя это как-то выделять? Вы знаете, тоже еще часто я вспоминаю эту историю, которую один из моих учителей рассказывал, когда он еще был молодым таким, ну, монахом. Какое-то время он, то есть он в буддизме просто монахами обычно не становится на всю жизнь. То есть это какое-то время принимают, как на время обучения. Так вот он, значит, обучался в одном монастыре. Там они делали практику меты, разнообразные там вот эти варианты меты. И долгое-долгое время, ну, то есть там в течение нескольких месяцев одну и ту же практику, вот что там какую-то доброту из себя выделять. И он, значит, сидел, выделял, выделял, а ничего не чувствовал. Я ничего не чувствую. Он приходит к этому учителю раздраженный, разозленный, вот там на все это, на себя, на то, что не работает, не действует ничего на него. Он говорит, я ничего не чувствую, никакой доброты, никакого вот этого благодарности тоже вашей, никакой любви никакой вот из себя не выделяется. Он говорит, чувствовать? Кто тебя просит чувствовать? Ты делай, давай. И вот этот вот важный подход духовных практик, мне кажется, fake until you make it. Ну вот в смысле, что парадоксальный такой, действительно, парадоксальный. Большинство духовных практик, они парадоксальны, если мы начинаем смотреть с них, они не очень логичны. Но если мы в это входим, если мы начинаем предлагать себе это как объект внимания, как эксперимент, что если я попробую это делать, несмотря на всю нелогичность этого даже? Куда это меня направит? Что это сделает со мной? И тут, ну вот, я считаю, что этика вообще, она не опирается на логику, не опирается на какое-то обоснование. Поэтому часто, ну вот сейчас люди, сейчас есть часто много, ну как в связи, опять же, с войной, вот какие-то там спрашивают людей, а вот какие люди более этичные, они там более образованные или менее образованные, там более вот к тем, кто склонны, склонны к логическому, к какому-то, ну вообще, такой интеллектуальной деятельности или наоборот. И тут нет никаких, есть в любой из этих, любой человек может быть более, то, что мы назовем, этичным или менее. Это не зависит от образования или его склонности к такой интеллектуальной деятельности, к рассудочности. Вот это, скорее, все-таки переживание, скорее чувство правильности или неправильности чего-то, какого-то выбора своего, ориентации какой-то внутренней. Вот, и здесь, ну, лично для меня, вот путь туда вот к этому, это все-таки через такое обращение, действительно, ну, через самоисследование, что я чувствую, что я переживаю, как я переживаю это. И вот там поиск этого какого-то света, в том числе через предложение себе разных вот этих объектов внимания, что если я попробую вот это, что если я попробую все-таки там ну вот вспомнить что-то, например, сегодня мы делали про благодарность, или там вспомнить про какой-то свет, вспомнить про доброту, что это сделает со мной. И вот как вы, Наташа, сейчас говорили про то, что часто это вызывает какое-то обратное действие, ну, вот как у этого моего учителя то же самое было у Джона. То есть вот это вот обратное действие, а я ничего не чувствую, я... но это может показывать определенный путь, вот как вы и сказали, да, что это указывает на что-то, и у нас может возникнуть вопрос, а почему я не... почему это со мной так? Почему я не чувствую сейчас это так? А вот, а что там за этим? А куда я дальше могу пойти? Куда я дальше могу пройти? Ну, и вот это исследование, оно может приводить к каким-то... ну, какой-то больше целостности, мне кажется, когда мы можем включать в себя больше. Вот. Ну, такой мой как бы просто тоже отклик на все это. Ну, если как-то резюмировать это все, то что мне тут хочется сказать, что в нас есть это и свет, и тьма, действительно, в каждом из нас, и вот это стремление к жизни, стремление к смерти, и получается, что тут где-то вот прямо-прямо здесь, прямо в нас вот проходит, ну, вот этот выбор случается, в какую сторону мы можем пойти. И... Ну, этот выбор, он обнаруживается, когда мы начинаем там как-то всматривать в себя лучше, и вот что-то там, что-то там делать через какое-то исследование. Так, сейчас я прочитаю, что тут много чего написали уже. Ирина. Валер, спасибо за практику. Прекрасную практику. Стало теплее, светлее на сердце. Елена. Спасибо всем. Очень понравилась история про пианино. Мне откликнулось то, что расстроенная пианино от предков как символ жизни, который есть, и который нужно настроить и посвятить этому вниманию и время. Наташа. Очень яркое ощущение благодарности. Спасибо. Ой, то есть это Маша написала. Маша. Очень яркое ощущение благодарности. Спасибо за напоминание о том, что можно быть благодарной простым вещам. Последние дни тема благодарности ко мне возвращается. От этого тепло. И хочется делиться этим. Спасибо. Анна. Я тоже вспоминаю настройку очень старого пианино в детстве. Удивительные действия. Спасибо, Сергей. Так, еще Анна написала. Сейчас, когда слушаю Наталью, вспоминаю музыку Шостаковича, похожую на крик и плач. Анастасия. Спасибо за практику благодарности. Понимаю, что сейчас я ощущаю себя на более глубоком уровне. Мне есть за что благодарить людей, жизнь, события. Я редко ощущаю это чувство, чувствую благодарности. Я сейчас с вопросом, что остается, когда я не благодарю, когда я не замечаю, когда сама отказываюсь от ценности и с той глубиной от практики. Сегодня мне спокойно с этим вопросом. Инна написала. Наташа, обнимаю. Спасибо огромное за практику. Благодарность всему возникла. Благодарность всему возникла. Сознанию, которое вмещает телесный опыт, телу, которое подает сигналы, чувствам, которые проявляются и в теле, и в сознании, ощутила степень напряжения, которая прошла во внутренние органы. А сегодня мне удалось их обнять вниманием в глубине тела. Ната написала. Наташа, спасибо, что делитесь. Галина. Наташа, обнимаю тебя. Маша. Наташа, спасибо, что делишься. У меня такая же невозможность со внутренним светом. Я не чувствую его. Обнимаю. Надеюсь, когда ты вернется. Вернется и света благодарности. Анна. Я хочу обнять Наташу. Лию. И благодарю за то, что смело делитесь тем, что и меня глубоко затрагивает. Сергей написал. Валера, по поводу философов вот этого всего и их адептов. Сумасшедшие люди вообще очень логичны. Да. Ну, это кого мы считаем сумасшедшими? Нин, может быть, нас считает. Может быть, мы сумасшедшие на самом деле. Да. Я смотрю, вы тут взяли каких-то кукол в руки все. Это флешмоб. Я увидел, что у Маши, да, кто-то. Я увидел, что у меня стич. Вот. Я его взял. Вот Наташа взяла стича тоже. Гаря взяла кого-то. А у Наташи на пианино там сверху сидит тигренок какой-то такой оранжевый. Она говорит, а тигренок сверху. Где Наташа? А, Наташа выключила камеру. О, привет, привет. Нет. Это не тигренок. Это лисенок. Вот лисенок. Ты знаешь, вот ты говоришь, а лисенок сверху улыбает. Покажи твоего лисенка. Покажи. Лисенок оранжевый такой. Предоставьте все своих животных. Ничего. Сидит на столе гном. Да. Окей. Так, я вижу, Ната, вы руку уже давно тоже подняли. Скажите. Да. Здравствуйте все. Я, во-первых, так потрясающе сейчас было слушать, как Наташа смеется. спасибо большое. Это прям очень тепло. И у меня такое интересное чувство. Я все время себя ловила на том, что у меня есть потребность прийти, что-то сказать вслух или что-то написать, когда что-то сложное переживается или что-то такое плохое. Вот как бы не знаю, чтобы меня там пожалели, покачали на ручках. Вот. А сейчас у меня какое-то было очень хорошее теплое переживание. Сейчас я, мне хочется чуть-чуть по порядку сказать. Во-первых, у меня тоже есть дома старый рояль, которому больше ста лет. И его там тоже надо и реставрировать, и настраивать. И, видимо, от этого места как-то эта мысль пошла, что у меня этот рояль, это свадебный подарок. Папа подарил маме на свадьбу. И я стала думать про маму, и вот когда была эта практика благодарности, моя мысль меня привела... Ну, в общем, моя мама родилась в 1939 году. Она меня родила очень поздно тоже, но главное, что в 1939 году они пережили вместе с моей бабушкой, ее мамой, которую я не знала. и не застала. И я ее даже бабушкой никогда не называла даже про себя. Ну, мамина мама. Они пережили опыт эвакуации. Они жили... Они эвакуировались под Пензу. И там был такой момент, ну, вот в нашей семейной истории, в их семейной истории, они ехали в поезде, который обстреливали немца. И люди начали выпрыгиваться с поезда. Был день, и они просто выпрыгивали в две стороны, где-то посреди там лесов. И вот все, кто выпрыгнул на светлую сторону, освещенную солнцем, всех убили. А те, кто выпрыгнули на теневую сторону, где падала тень от поезда, там люди спаслись. и потом они шли... Было очень много детей, и они шли там через леса, и этих детей оставляли в деревнях. И вот, ну, так получилось, что моя мама с ее мамой, с моей бабушкой, они выжили, они остались целы. Там было много моментов, когда мне мама рассказывала, какие ей снились сны, и потом, когда она эти сны рассказывала своей маме, она говорила, это не сон, это ты видела на самом деле. Ну, вот, понятно, все эти вещи. И я думала об этом в свете, ну, естественно, того, что происходит, про то, что вот в моей семье с одной стороны есть этот опыт, а с другой стороны по линии маминого же папы, он еврей, и там есть опыт концлагерей. Не у него, но у его, у его брата, и, в общем, такая история. Я не успела подумать вообще про папину линии, у нее ничего, потому что прям это было очень много, но, как бы, мой светлый момент в этой истории был в том, что, когда я стала об этом думать и стала благодарить, я стала благодарить маму, а потом я пошла как бы дальше туда, к бабушке, и поняла, что, как бы, у моей мамы никогда не было к ней благодарности, у них были какие-то сложные отношения, и я переняла вот эту сложность, то есть я внутренне обожаю маминого папу, который тоже, он вообще рано ушел, и я его совсем не застала, и я, как бы, очень странно отношусь, ну, к своей бабушке, никак не отношусь, то есть я не, и у меня был такой, я уже тоже не могла сидеть, и я вот просто вот так вот, ну, как сидела, я вот так вот ложусь вот в той же позе со скрещенными ногами, я просто вот так легла, и в какой-то момент у меня было ощущение, что я лежу на бабушкином животе, а бабушка была такая большая, ну, объемная, такая пухлая, и, причем они откуда-то на границе Польши, Украины, из какого-то, я не помню точно, какой-то там деревни, из которой певец Козловский тоже, у них у всех такие фамилии, там, Козловский, Козелло, такие, и это тоже какая-то там тяжелая история, ну, в общем, и я вдруг, я впервые почувствовала, то есть у меня были в жизни несколько чужих бабушек, которые я, которых я воспринимала как бабушек, а тут я как-то впервые, мне кажется, я прикоснулась вот к этому контакту, что такое быть, ну, внучкой чьей-то, то есть это то, то, чего я вообще никогда не переживала, и как будто бы это совершенно другое переживание, это не то же самое, что быть чьим-то непосредственно ребенком, вот, и, и дальше я подумала, что я совершенно ничего не знаю про то, что дальше, кто были родители моей бабушки, то есть вообще, что они пережили, как они умерли, вообще ничего не знаю. Это вот та линия, которая как бы благодарность своим предкам, но я действительно встретила, ну, то есть я поблагодарила ее за то, что, то есть какие бы ни были у нее отношения, там, с моей мамой или у моей мамы с ней, без нее моей мамы бы не было, а значит, меня бы не было, и я это, то есть я это, ну, как-то вот понимаю, чувствую, и я нашла в себе, что у меня лично к ней нет никакого неприятного чувства, ну, нет и не может быть, то есть я могу себе позволить быть внучкой своей бабушки, для меня это потрясающе странные слова, потому что я на протяжении своей жизни никогда не была ничьей внучкой, я вообще, ну, не касалась этого никогда, и кроме того, я подумала еще про то, что у нее была своя сложная история, ну, не только с войной, с эвакуацией, с этой нищетой и всем остальным, еще и со сложной историей с родителями ее мужа, то есть вот моего дедушки, то есть всегда есть следствие и причина, может быть, человек ведет себя как-то или проявляется как-то, потому что его тоже когда-то кто-то обидел, ему тоже кто-то когда-то сделал больно, и вот, видимо, вот это чувство, с которым, ну, то есть, наверное, это сочувствие, наверное, это сострадание, наверное, вот так я его чувствую, впервые сострадаю ей, как родному человеку, хотя я ее совершенно не знаю, и после еще маленькую штуку скажу, и в конце, когда предлагают, я не знаю, как разговаривать на вы или на ты с тобой, Валера, я периодически путаюсь, вроде мы лично не знакомы, поэтому на вы, а есть какая-то близость, и хочется иногда на ты, ну, в общем, было предложено, как бы... Давай прямо сейчас перейдем на ты, официально перейдем на ты, хорошо. 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 Ты предложил, ну, такую идею, что вот с чем я иду в день, и как бы с чем я иду дальше, и чем я хочу делиться, и я поймала себя на том, что я совершенно ничем не хочу делиться, что не делиться, там было другое слово, что я могу отдавать, вот, что я совершенно ничего не хочу отдавать. Потом я это услышала, я как бы услышала какое-то внутреннее осуждение этого, потом услышала послабление, как бы это, разрешение, и потом подумала, ну, разве что чуть-чуть отдавать, а что такое для меня чуть-чуть отдавать, и я подумала, я могу показывать дорогу, что бы это ни значило, даже я рассказываю иногда про твои медитации, вот я сама вроде ничего не отдаю, но я показываю дорогу, это вроде как тоже в каком-то смысле что-то отдавать. Вот, спасибо большое. Спасибо, Нат. Добавлю буквально чуть-чуть вот по поводу того гностицизма, о котором я говорил, что вот когда, ну, так как я говорю, что это была моя персональная тоже, ну, какая-то философия в каком-то смысле, да, ну, такая часть моего мировоззрения, потому что она касалась моей личной истории, ну, вот когда я проходил этим своим путем, ну, такого внутреннего исцеления, через там, то есть, это самоисследование, ну, я обнаружил, что за этим стоит действительно травма, ну, в смысле, что моя боль, и у каждого из этих людей, кто ненавидит мир, они ненавидят его, потому что у них есть эта внутренняя боль какая-то, да, что мир с ними так обошелся, но дальше уже вопрос, конечно, что они делают с этим, насколько у них есть возможности уничтожать этот мир, вот, и получается, что исцеление, это как раз вот оно таким парадоксальным образом, что несмотря на всю боль, несмотря на все страдания, нам нужно искать этот свет, тогда что-то будет меняться. Володь, я тоже вижу, что вы уже давно подняли руку. Да, благодарю за практику, она мне позволила многих, некоторых людей, очень важно для меня вспомнить, которых я перестал пометовать, есть действительно довольно большое количество людей, благодаря которым я и жив, и существую, и продолжаю свой путь. Вообще для меня практика, я вспоминаю своих близких, вспоминаю и вспоминаю своих родителей, и своих духовных учителей, и иногда я это делаю перед практикой, не только Будд и Архатов, но и тех людей, с которыми близость я чувствую. А также у меня вспомнилась одна из тибетских практик, когда ты выстраиваешь свой род, ты выстраиваешь мужчин, которых ты помнишь с правой стороны, женщин с левой стороны, и когда ты действительно смотришь на этом, ты видишь эту линию, которая выходит в бесконечность. И я понимаю, что я действительно являюсь всего лишь каким-то моментом в этой линии, который идет из бесконечности в бесконечность, а за что я благодарен? Я благодарен за тот шанс, который все эти люди, все эти существа предоставили мне для того, чтобы осознать, принять, перейти и деться дальше. А то, что касается словно Треть, то я тоже часто вот эта вот невозможность благодарить, она меня является таким мучительным чувством. Может, я когда-то рассказал, по-моему, про свои адовые муки, которые я однажды переживал, когда я вспомнил свою жизнь, не только прошлое, но и будущее. И там очень острое чувство, что ты ничего не можешь изменить, ничего не можешь сделать, и ты не можешь быть благодарным тем людям, которых вот эта вот невозможность благодарить, она является одной из-за двоему. Невозможно ничего отдать. Ладно, так что, благодарю. Спасибо. Спасибо, Владимир. Так, Анна написала, и очень большое спасибо за практику благодарности. Очень ценно в эти дни медленно прожить, медленно прожить благодарность конкретным людям, местам и событиям, когда много звучит лозунг «Спасибо деду за победу». Да уж, спасибо деду за победу. Да, сейчас как издевательство в контексте войны. Сергей, Анна, Аня, абсолютно. Катерин, мурашки от вашей истории. Анна продолжает. Мне во время практики пришел лозунг «Спасибо деду и его семье, что не умер во время Холокоста». Во время Холокоста его брат с семьей как раз попал в гетто, но им удалось выбраться. Сергей, Наташа, спасибо, что делитесь. Очень резонирует. Ната, спасибо за практику. Инна, у меня есть выбор, как я могу действовать из точки, когда я оказываюсь в своей боли. Да, Катерин, вот тоже вижу, подняли руку. Я услышала, вы сказали, звучит как издевательство в контексте войны, и у меня было беспокойство на днях по поводу 9 мая. Это вроде как праздник победы, насколько я помню. ну, мне страшно думать, что кто-то в этом победит, а кто-то проиграет в этой войне между Россией и Украиной. и я, ну, не знаю, как к этому относиться, но у меня какая-то злость поднимается, когда я думаю о том, что люди будут праздновать 9 мая в этот раз. Ну, с другой стороны, наверное, ну, можно и порадоваться. Я, короче, в растерянности. Спасибо. Маш, ты тоже вижу. Да, я как раз тоже хочу откликнуться по поводу 9 мая, потому что мне кажется, это вообще какое-то безумие, то, что творится. Все эти лозунги, все эти ленты георгиевские, все эти школьники в военной форме, которые ходят с троем, всем раздают эти ленточки. Мне кажется, это сейчас, ну, я давно, в принципе, довольно странно отношусь к этому празднику. Мне кажется, это вообще не наш праздник. И вообще, что тут праздновать-то? Как бы, ну, не знаю, у меня такое странное к этому отношению уже давно. А сейчас, вот, в текущей ситуации, мне кажется, это просто, ну, неприемлемо вообще, в принципе. Особенно в России, это праздновать. Потому что, ну, как бы, Россия сейчас, да, ну, понятно, что она делает. Она вообще не... И как на этом фоне можно праздновать День Победы? Какой Победы? О чем вообще речь? Не знаю. И вот это вот все, когда я это вижу на улицах, я не знаю, куда мне это деть в себе, да, вот, как бы, как мне с этим... Я не хочу это в себя вмещать, но не хочу. Я, как бы, видеть это не могу. Мне от этого вот просто все вот так вот внутри скручивается. Вот. Хотел поделить. Спасибо. Я не знаю тут как вот по поводу того, как вмещать в себя. Мне кажется, здесь вот важно вот то, что мы сегодня вот сейчас обсуждаем, вот об этом все это и благодарность, и невозможность благодарить. И все эти чувства, которые поднимаются, но мне кажется, вот то, что как раз мы можем об этом здесь говорить, мы как будто размещаем это все вот в нашем этом общем пространстве. Может быть, это тоже помогает нам это размещать где-то, да, потому что в любом случае, ну, как бы, хочешь ты или не хочешь что-то в себя вмещать, если это есть, то это уже есть. Соответственно, дальше вопрос, как я размещаю скорее там свои чувства и какой вот как раз тот самый выбор этический я делаю здесь. То есть, ну, вот с кем я, как я, где я, что я поддерживаю, что я не поддерживаю. И здесь, мне кажется, если мы находимся, ну, каждый из нас в какой-то своей личной ситуации и ты там, находясь в России, не можешь просто, ну, как, понятно, что можно быть героем, конечно, выйти с плакатом и попасть куда-нибудь, ну, сразу в кутузку какую-то, ну, как бы, это выбор, да, тоже, но можно хотя бы внутренне к этому не присоединяться и как-то это вот по поводу какого-то свои уважения к себе. Ну, там, не знаю, сейчас многие цитируют, там, обращаются к чему, к каким-то, к самым таким, экстремальным случаем в истории и там, вот, один из экстремальных и вдохновляющих, в общем-то, случаев, которые описывал Виктор Франкл, многие к нему, как раз, обращаются, ну, вот, когда эта ситуация в концлагере, когда человек, вообще, какой у него там выбор, вот, что, ну, либо умереть, либо остаться жив, жить, тогда все, вот, все это соотношение, это с собственной совестью происходит, да, с собственной совестью и внутри себя выбор делать, что я внутри поддерживаю, а что нет, если вот обстоятельства такие, вот, что я решаю, если я решаю выжить, прожить здесь, но так, чтобы сохранить в себе человека, ну, вот, пройти сквозь это и не дать им меня раздавить, не дать им меня сломать, не дать им сделать из меня, вот, какого-то монстра там, но здесь вот сейчас многие из нас в таком выборе находятся, в той же степени, конечно, и нам так, у меня есть выбор, когда я могу действовать из точки, когда я оказываю свою болью, у меня возникло чувство непонимания в части разделенности на 8 и 9 мая, словно границы стали резко рисоваться в рамках одних суток. Да. Сереж, ты еще тоже, да? Я буквально, да, два слова, ну, не два, двадцать, по поводу того, что вот сейчас говорили про 9 мая, когда все это началось, вот, я, мы говорили в семье, я младшему сказал, которого 7 лет, который здесь появлялся как-то в этом эфире, говорю, Костя, война. Он такие сделал большие глаза, и говорил, и сказал, а что будет, если наши не победят? И все. То есть я, как бы, вот больше я сейчас ничего не хочу сказать, ну, я ему ничего не смог ответить. У меня, как корм в горле, потому что, ну, все понимаете, да? Но вот этот вопрос из, как бы, из мира семилетнего ребенка, и вот что страшное, что я сейчас понимаю, чем ближе вот этот праздник, эти алые флаги везде, как в моем детстве, я помню. Вот ему 7 лет, мне было 7 лет в 88 году. Тогда тоже были алые флаги, георгиевских ленточек там не было в таком количестве, но вот это вот все красное было. Вот. И я понимаю, что на самом деле большинство людей, взрослых людей, думают на этом или даже на более простом уровне. Что если наши не победят? Да, то есть 7-летний ребенок, да? Ну, то есть, как бы, 7-летний ребенок, но для него это понятно. Он маленький, ему страшно, но война это что-то такое. В мультиках видел, в Марвел видел, да? Войну эту. Вот. А тут, как бы, вот она. Что будет? И вот я думаю, что, и когда там смотришь на лица людей там в транспорте, я очень часто вспоминаю вот эти Костины слова, потому что я их вижу. Ну, собственно, все. Спасибо. Спасибо, Сережа. Ну, это сегодня такой сложный вопрос, где эти наши проходят? Ну, потому что, опять же, там вот, ну, взять историю, там, Россия, историю Российской империи, вот этой вот, да, всей этой большой территории. Вот была гражданская война. Вот разделилась, знаете, эти наши, где они? Вот красные, белые, да? Вот история Украины, то, о чем Наташа говорила, да, вот что зажатость между этим вот этим западом, фашистами и вот этими коммунистами. А у самих немцев, да, вот если, например, я антифашист, вот я, вот где там мои наши, где наши и где не наши. Такой выбор непростой. Так. Что это за звук? Ната, ты хочешь еще сколько добавить, да? Да, я тоже, 20 слов, просто как-то для меня это тоже очень, какая-то личная история, опять с мамой, конечно, связанная, что когда умер Сталин, ей было, ну сколько там, 14 или 15 лет. И она рассказывала, что она услышала по радио, и она, ну, начала плакать как-то рефлекторно. И в этот момент в комнату вошел мой дедушка, ее папа, посмотрел на нее и сказал, перестань реветь, дура. И это было, она говорит, это самое грубое слово, ее адрес им сказанное за всю жизнь. При том, что он был не последний человек, он был главным инженером завода, который делал мины для Катюш Королевских. И, ну, я как-то выросла в такой семье, которая, ну, отчасти, то есть, у меня вот эта дихотомия была всегда, что праздновать количество умерших людей, это нонсенс. и просто понять, что происходит сейчас, это вообще какая-то антиутопия совершенно. Я стараюсь, ну, вот об этом я стараюсь действительно не думать, то есть, я не иду туда, где флаги, или где эти школьники ходят с ленточками, но я просто настроилась на то, что эти два дня, завтра и послезавтра, надо просто как-то пережить, как-то переждать, как-то вот, как фильм просмотреть, а уже потом подумать, как я себя буду собирать в этом новом мире после вот 9-го, 10-го мая, как, на что я буду опираться, что это со мной сделает или не сделает, вот как ты тоже сказал про концлагерь, да, делает это со мной что-то или не делает, что я могу выбрать здесь. И про то, что кто такие наши, это у меня вообще с самого начала, с самого начала того, что происходит. И где-то, мне кажется, не здесь, где-то, где-то в другом месте мелькнула такая мысль, что наши или мы, это все те люди, которые независимо от национальности, понимают, что происходит, хотя бы этого не было. Что это то, что нас объединяет, и вот тогда мы наши. И вот тогда мы наши победим вот это какое-то господство вот этого зла, ну не знаю, словно. Вот когда мы наши победим, вот тогда наступит тот мир, которого мы хотим. Спасибо. Хорошо, давайте будем завершать. Это, вижу, Анна еще написала, еще во время практики я почувствовал благодарность природе, которая свидетельствует любым событиям, нашим состояниям, дает образы, метафоры, возможность разместить себя или нечто в себе. Знаете, я вот по утрам обычно, ну там я встаю, потом сижу, свою отдельную практику, а потом еще чуть-чуть пишу. какой мой утренний дневник. И сегодня я вспомнил одно из моих самых-самых-самых любимых стихотворений Басьо. Оно такое. Весна уходит, плачут птицы, глаза у рыб полны слезами. Вот. На этом стихотворение я хочу завершить. Весна еще не уходит, она холодная в этом году. Такая какая есть. И спасибо, что вы делитесь своими историями здесь, в этом пространстве. Здесь мы и есть наши, наверное, которые наши. Спасибо, что сюда приходите. Вот. Приходите завтра. Будем проживать этот день по-своему, по-нашему. Пока. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...